Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы продемонстрируем, как мы настраиваем Vidiama версии 5.1 для работы под PAST.RU, также в режиме VCI. Он может с новым приборчиком нашим работать. Ссылочки на приборчик можно увидеть ниже. Запускаем нашу Vidiama установку версии 5.1. Сразу предупреждаю, что Vidiama 5.1 не поддерживает работу с PAST.RU устройствами, также не работает с блоком VCI XE. Для этого ее специально нужно перерабатывать и допиливать, как говорится, чтобы она работала. Эту услугу предоставляем мы. Если вы хотите, чтобы у вас был опять один Vidiama, можете обратиться к нам и на платной основе мы вам сделаем работу с PAST.RU. Будет работать также с Open портом и с VCI. Можно будет также с CBA файлами работать. Ждем пока установится. Next нажимаем, продолжаем установку. Обыкновенная установка, распаковка. Здесь на видео мы просто показываем, что это возможно сделать. Это не штатная работа Vidiama 5.1.1. Еще раз повторяю, вы не сможете это просто сами сделать. Это специально прикрученная программистами нашими функциями. Потому что PAST.RU версии просто нет в этой версии Vidiama. Последняя версия, в которой она работала, это было 4.2.2. Находим папку Vidiama. Программ файл 86 Vidiama. Заходим в папку BIN. Закидываем DLL наши. Еще раз повторяю, что Vidiama 5.1 не поддерживает работу с PAST.RU. Будет специально прикрученная функция, которая позволяет в версии 5.1.1 работать. Кто занимается кодированием, тот понимает, в чем разница между 4.2.2 и 5.1 версии. Также заходим в папку slave.ini и прописываем там, как это делается обычно. Находим здесь PAST.RU уже режим, который уже сделан нами. И меняем. Это эксклюзивная информация. Этим никто практически не занимается, да и не умеет. Вот в нашем случае Vidiama мы прописываем и J2534. То есть, у нас от OPIN порта работает, от PAST.RU и от Vidiama. Далее мы в следующих видео продемонстрируем. На примере VSI SE нашего приборчика. Также я подключу PIN порт в следующих видео и подключу, что действительно Vidiama 5.1.1 работает в режиме PAST.RU. после того, как ее переделают. Еще раз повторяю, что версия 5.1 не работает в режиме PAST.RU. С самого начала. Она не предусмотрена для этого режима вообще. Вот мы видим, подключили наш VSI приборчик. Также китайцы говорят, что он не работает. Но вот мы прикрутили специально для китайцев тоже. Видим, что вот у нас PARG режим запущен. Вот он у нас здесь проецируется. И видим, что подключился у нас прибор. Видим, что у нас VXDAC прописан в нижнем влоге в строке. То есть, мы пользуемся уже этой программой 5.1.4.2.2 версией. Теперь не пользуемся уже практически. CBR файлы наши. 212. Видим, что они тоже открывают более новые файлы. Здесь у нас приборка 204. Запускаем ее. И видим, что подключается у нас. Никаких проблем. Смотрим инденты. Видим прошивки все. Автомобиль 212. Кузов E-класс. Все. Все кодировки отображаются. Без проблем. Быстро все открывается. То есть, разница большая по сравнению с версией 4.2.2. 5.1 более функциональная версия. Особенно, что касается более современных машин после 2011 года выпуска. Кому нужно, ребята, можно обратиться к нам в Telegram канал. За дополнительную плату мы делаем эту функцию. Сразу предупреждаю, что она будет работать только на вашем компьютере. Все привязано к вашему ID оборудованию. То есть, на втором компьютере вы нигде уже это не включите. Оно просто не будет работать. Только на том компьютере, на котором мы ее установим. Спасибо всем за внимание. Обращайтесь по поводу установки Vidiama 5.1.1. Кому это нужно. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок